Уважаемые коллеги, мы говорили в прошлом видео об эволюции опухолей, но сегодня мы хотим поговорить о том, что происходит с опухолью в процессе лечения, потому что лечение, несомненно, также оказывает влияние на те все процессы, которые происходят. Первое – это хирургическое лечение. Понятно, что мы, когда удаляем первичную опухоль, уменьшаем опухолевую массу, и по некоторым данным, если нет отдалённых метастазов, то проблема решается. Но если есть отдалённые или микрометастазы, или же макрометастазы выполняются, неполная циторедукция, то процесс может активизироваться, потому что при хирургическом вмешательстве выделяется множество активизирующих факторов, которые способствуют опухолевому росту. Что происходит, когда мы проводим лекарственную терапию? Понятно, что мы сказали, что опухоль гетерогенна. Она состоит из различных клонов, которые характеризуют разной чувствительностью к цитостатикам. Если мы элиминируем чувствительные клоны, то начинает пролиферация клонов, которые резистентны или малочувствительны, и таким образом меняется под влиянием терапии популяция клеток. Мы иногда с вами, особенно когда речь идёт о дивантной терапии, мы говорим, давайте-ка мы проведём ещё один цикл лечения. Но при этом мы не учитываем, что химиотерапия, лекарственная терапия, это не просто стакан чая с лимоном, а это мощнейшие мутагены. Мы используем мощнейшие мутагены, которые приводят к колоссальным изменениям в опухоле. Достаточно сказать, что однократное введение цисплатина, которое широко используется в онкологии, приводит к появлению в опухолевой клетке более 200 мутаций. Поэтому каждое введение препарата чревато не только получением положительного лечебного эффекта, но и появлением резистентных клонов. Что на самом деле и происходит. Данные, которые были выполнены молекулярно-генетически у пациентов с глиобластомами, которые получали стандартный темозоламид, показывают, что число мутаций многократно увеличивается в опухолевых клетках, которые оказались резистентны к темозоламиду. Но под влиянием темозоламида происходят мощнейшие изменения в них, и они становятся более агрессивными. Это же имеет место и при проведении гормонотерапии, и проведении тагетной терапии. Элиминируются клоны чувствительные, но сохраняются клоны резистентные, и таким образом меняется клеточная популяция. И на сегодняшний день, несмотря на то, что тагетная терапия, так называемая прецизионная медицина, она находится в центре внимания, к сожалению, она не решает полностью проблемы больных, и у подавляющего большинства больных рано или поздно наблюдается прогрессирование опухоли, несмотря на то, что могут быть выраженные клинические эффекты. Более того, под влиянием тагетной терапии и химиотерапии может происходить стимуляция даже опухолевого роста. Большой резонанс вызвала публикация, посвященная тому, что применение паклитоксела, который мы активно используем для лечения рака молочной железы в нейлодиуантном режиме, может у мышей на мышиной модели способствовать появлению метастазов в лёгкие. Причём активную роль в этом принимают участие макрофаги, которые способствуют экстравазации опухоли, и они активизируются под влиянием паклитоксела. Селекция опухолевых клеток под влиянием лечения происходит и при проведении гормонотерапии, и проведении иммунотерапии, когда элиминируются иммунной системой чувствительные клоны, иммуногенные, но остаются клетки с малой мутационной нагрузкой, которые, собственно, и являются источником последующей резистентности к иммунотерапии. Какой делается вывод из всего того, что сказано? Что стандартная терапия на сегодняшний день, помимо терапевтического эффекта, сопровождается выраженными молекулярно-генетическими изменениями в опухоли и неизбежно приводит к потере чувствительности к лечению и неконтролируемому росту. Вывод – надо что-то менять. Продолжение следует... Продолжение следует...